здравствуйте дорогие друзья вас приветствует Галина Конышева вы знаете что у меня несколько дней назад был взломан аккаунт google и был украден канал youtube мне удалось восстановить довольно быстро вход google и восстановить канал я все расскажу каким образом это получилось но не все так просто потому что через два дня была повторная попытка взлома и в общем-то мой компьютер с которого я выходила в youtube он попал в черные списки и меня постоянно выбрасывают из аккаунтов так что не все так просто требуется время для того чтобы опять входить менять постоянно пароли но вот вот таким образом была ли и моя вина в этом безусловно была просто мне не нравится слово вина я назову ее слово ответственность безусловно моя ответственность в этом есть в том что произошло потому что нечего на зеркало пенять как говорится окулера уже крива потому что нечего разговаривать с незнакомцами особенно по ночам особенно когда тебе стучаться с незнакомых страниц какой вывод я делаю обычно я задаю себе вопрос вот чему меня эта ситуация может научить она меня может научить одному где-то как-то в соцсетях убирать свое проклятое прошлое наследие это врожденную интеллигентность порядочность и в общем-то не доверять всем подряд потому что когда стучится интуиция говорит алё алё поаккуратнее но другой голос говорит ну зачем же обижать человека зачем же сразу банить вот если с пустых страниц каких-то незнакомых начинают что-то предлагает куда-то кликать куда-то переходить для того чтобы помочь помочь потому что не просто же так пишут они исследуют психологический портрет вот еще что я поняла связи с этим они охотились на мой канал где-то но сначала 2020 года вот теперь я могу это точно сказать проанализировав все звоночки так сказать а звоночки это были мне предлагали всякого рода рекламу то там то тут в основном это вконтакте стучались именно с пустых страниц я регулярно отказывалась они тем временем изучали мой психологический портрет и подбирали ко мне психологические ключи вот какому выводу я пришла то есть эти хакеры они не просто так взламывают каналы блогеров они подбирают ключи для того чтобы взойти взломать и если попытка там на жадность у них не удалось то у них удалось попытка на жалость то есть вот помогите ради бога потяните вот у нас вот мы молодые предприниматели и вот у нас вот тут сайт и сайт вот у нас тут детское белье вроде все так хорошо но почему не помочь да хорошее дело и сайта хорошие вроде ссылку дали на сайт да действительно но вот был был интуиция то стучалась в общем там по котелку но я ее отодвинула прикрыла свою интуицию не надо было надо слушать все-таки интуицию и не разговаривать по ночам с незнакомцами тем более кликать на какие-то там непонятные ссылки и вот кликнув на эту ссылку я увидела что это не видео которое в общем-то они мне попросили посмотреть а это установка программы хакерской вот взломщика я успела ее остановить но они успели цепануть мой компьютер и и цепануть чтобы взломать аккаунт и украсть канал для чего им нужен был канал насколько я поняла это криптовалютчики youtube это страшно блокирует ругается но им все равно кстати какой канал взламывать им они взломают любой нужно просто провести свои торги еще мне писали о том что не случайно охота шла на мой канал может быть не случайно многие блогеры попадают так называемые черные списки и вот эти списки это база который можно взломать то есть дается отмашка на то что можно вот этих блогеров ломать потому что действительно существует зло в этом мире мы знаем и сатаниста существует и всякие нехорошие люди существуют и конечно они будут мешать тем кто делает какие-то хорошие дела да вот ну помогает людям дает какую-то важную информацию которая помогает людям скажем так по крайней мере я своих фильмах стараюсь давать именно такую информацию за что меня очень многие благодарят и мои подписчики именно те люди которым нужна эта информация которая им помогает и сейчас я потихонечку расскажу каким образом я восстанавливала канал что мне помогло и какие ошибки не надо делать будущем для всех блогеров собственно говоря а отдельно психологический акцент этого действия потому что поскольку я творческий психолог меня три профессии официальные я в каждой из них работала и естественно параллельно с со всеми неприятностями у меня шел такой психологический анализ собирание информации исследовательской что как и почему вообще для чего мне этот опыт дам как мне из него выходить то что я заполучила канал довольно быстро мне вернули это в общем то можно отнести к разряду чудес но это не совсем чудеса это закономерность если правильно общаться с инфополем но и надо в общем то изучать свои ошибки собственные потому что как бы тебе не помогало инфополе но если ты сам совершаешь ошибки глупости свои человеческие глупости то ты сам за них расплачивайся ты должен делать вывод и вырастать своих ошибок ну в общем то я вычислила как мне кажется основные свои ошибки и психологически в том числе но и будущем я постараюсь их уже не делать я думаю я их не сделаю потому что для меня это очень хороший болезненный урок потому что до сих пор еще не все у меня восстановлено очень много информации было потеряно утеряно но так сказать ничего продолжим самое главное что вернули канал и еще один аспект очень важный это благодарность безусловно мне помогли я не сама с этим справилась если бы не помощь других людей то мне бы ничего не удалось мне бы пришлось заново все начинать заново с нуля буквально с нуля и при том что очень много фильмов было бы просто утеряно потому что какую-то часть я не смогла сохранить элементарно из-за того что не было памяти но мне помогли не только советом дельным не только ссылками не только помощью технической мне еще помогли и немного немного помогли рублем но немного как раз помогают ровно столько люди как будто чувствует сколько нужно вот я на эту помощь я смогла приобрести себе большой диск накопительные на который я соберу все свои фильмы они у меня будут как бы вот ну сохранены отдельно все буквально потому что какую-то часть приходилось удалять именно из-за нехватки места на диске канал был взломан ночью с пятницы на субботу 28 ноября в час ночи я уже легла спать так как субботу надо было рано вставать была намечена встреча с моими соратницами прогулка по центру москвы мне надо было доснимать некоторые объекты один из моих подписчиков вконтакте написал мне утром галина похоже ваш канал взломан я кинулась в интернет точно взломан переименован другая фотография какого-то мужика идет какая-то трансляция на английском а мне доступа канала уже нет как и к почте google все приплыли что называется встречу я перенесла на воскресенье сама стала думать что же делать мне многие стали писать обратиться к всем каналам блогеров которых тоже взламывали а потом они возвращали канал сначала я написала своим сыновьям один меня поддержал морально и дал дельный совет писать поддержку а также попросил подписчиков писать составить алгоритм куда и что писать это кстати один из вариантов и он также срабатывает есть случаи что youtube быстро открывает доступ к каналу но когда все таки вот не не тот случай который был у меня потому что у меня канал был за заблокирован youtube-ом именно за страйк то что там был непотребный контент шоу когда стала пытаться написать поддержку к этому времени мне google перекрыл все ходы и выходы так что я даже не могла войти в систему чтобы написать в эту самую против поддержку получается что мой компьютер и телефон с которого я выходила в интернет попал в черные списки гугла и все потому что моим каналом воспользовались злоумышленники и вели незаконную трансляцию тем более я не сильно технически его тыркалась мыкалась по всем ссылкам и кругом была блокировка войти в систему я никак не могла никак старший сын который более-менее соображал на стройках сайтах бросил все свои дела и стал помогать мне через телефон я написала в наш чат альтернативщиков о своей проблеме джон коннор дал правильный совет что надо писать поддержку с чужого компьютера или я герасимов сразу же откликнулся и через свои связи прислал мне ссылку с которой впоследствии удалось войти в систему google с чужого компьютера повторюсь и написать поддержку пока сын был в дороге и консультировал меня по телефону мы не смогли ничего сделать когда он уже со своего компьютера вот смог перейти по ссылке или и написать поддержку google от моего имени то есть важно чтобы кто-то помогал вам другого аппарата с другого компьютера если вы попали в такую ситуацию несколько часов у нас ничего не получалось google не хотел никак реагировать потом как-то удалось сыну правильно написать запрос и google затребовал код но чтобы я подтвердила это со своего компьютера вот почему важно еще один компьютер это был первый прорыв и первая победа к этому времени к 18 часам 28 ноября 2020 года мой основной канал был прочно заблокирован youtube а второй аккаунт остался но доступа у меня к нему не было как и доступа к почте где сидел этот мошенник сейчас я жалею что не снимала весь процесс экрана но мне тогда было не до этого к этому времени я уже знала что это за взломщик я так поняла что этим о пг но потому что то есть мошенники сеть мошенников нужны любые каналы где есть ну какое-то количество подписчиков для проведения своих торгов и лучше если не англоязычный потому что у себя он считается приличным бизнесменом там он бережет свою репутацию мы с сыном работали удаленно через экран это опять таки было правильно потому что очень помог его второй компьютер вот еще кстати здесь было вот мы видео не вышло потому что недоступно но вот они как бы есть вот мои видео но если на них нажимать то они будут недоступны вот весь мой канал здесь конечно весь канал могут часть видео здесь есть там моя почта вот смотри я снимаю здесь вышла такая справка google и здесь опишите проблему и выходит его рожа но как бы получается что на это письмо потому что мой адрес вот той почты написано на него вот такая вот здесь написано ошибка вот google рекламу это я стараюсь выйти в google со своего старого старого компьютера стационарный аккаунт активизируйте его снова и вот здесь я пишу вот так вот это я имею ввиду пока я ничего не вписывал пока ничего не присылала вот только писала проблем конечно не отсылал сын предложил мне сделать фото чтобы я была с плакатиком и надписью что это именно я и это мой канал взломом это фото и описание проблемы отправили в поддержку google да была еще одна сын ссылка от знакомых сына что-то помогло и google прислал на мой телефон кода который надо было вставить во вкладку а перед этим я совершенно случайно каким-то чудом сохранила идентификационный номер канала это очень важно потому что google запросил его если бы не было этого номера то не факт что у меня бы получилось короче говоря это была первая победа google запустил меня в ящик почты в которой продолжал сидеть этот фрик все было переведено на английский но основные там панели теперь надо было как-то взять под контроль почту у нас где-то сейчас ничего не получалось вроде google дал нам возможность войти на управлять я не могла кроме одной вкладке вход-выход это был правильным решением надо было выйти из канала и заново зарегистрироваться такой возможность дал google сменить пароль появляется окно где надо было ввести новый пароль я ввела новый пароль и смогла войти в свою почту под своим именем но осталось там его фото фото сменила на свое получилось еще одна победа то есть я взяла почту под контроль двадцать восьмого потому что до этого google шлет коды они идут ему на телефон так как мошенник поменял мой телефон на свой и резервную почту он тоже взял дал свою и google ему все получается присылал на его телефон на его почту это было бессмысленно ну короче говоря вот удалось взять почту под контроль в этот день в в этот вечер и так первые результаты удалось взять контроль над почтой поменять пароль сделать свою фотографию это была большая победа то есть уже в аккаунты google я могла входить но youtube был заблокирован намертво все остальное осталось на месте ко второму аккаунту доступа у меня тоже не было я вижу как зрители пишут на втором аккаунте под видео что случилось я не могу ответить из телефона также я ничего не могла написать еще в этот вечер нам удалось написать уже в поддержку youtube письмо его написал сын четко без воды по-мужски письмо всех поддержку отправили это было все что мы смогли сделать ну было мне немного смешно самой по поводу своего фото с плакатом где похожа вот на того самого кота на следующий день я провела встречу с подругами и съемку объектов как было запланировано сделала маленький ролик для своих подписчиков в соц сетях день у нас прошел прекрасно девчонки меня поддержали морально нам всегда вместе очень классно мы посидели в любимом кафе венеция допотопный подвал и хорошая кухня и с масками к нам не приставали еще мы в этот день побывали на смотровой площадке магазина детский мир также получили огромное удовольствие от красоты города в общем я переключилась со своих проблем и сильно не переживала тем более мне не привыкать за мою жизнь всякие были ситуации меня украли мой youtube канал основной где было 56 тысяч подписчиков но это не значит что я остановлю свою деятельность исследовательскую и вот сегодня мы приехали в район кузнецкого моста который я недоисследовала здесь очень много интересного а вообще для меня сейчас есть время для того чтобы исследовать свой собственный материал свои недры их упорядочить статьи всякие и в общем то я никогда советские пенсионеры они никогда не сдаются они не имеют такой дурной привычки и когда у тебя украдут канал когда там ты вот ты не знал что такое компьютер ты с нуля начинаешь заниматься этим компьютером ты создаешь канал там приходит множество людей тоже канал интересный это огромный труд огромная работа и вдруг какой-то криптовалючек и сша у тебя берет его так и в общем-то вскрывает как консервную банку потом выкидывает делать свои дела и выкидывает а youtube канал это все блокирует и ты туда никак не можешь попасть и вот его все-таки чудо мне удалось создать резервный канал и я вам сейчас это говорю все равно я я верх не унываю у меня нет никакого ни страха не никакого не сожаления наоборот мне даже интересно это новый интересный опыт потому что мы советские пенсионеры мы советские люди мы так воспитана мы никогда ничего не боимся мы не боимся новых испытаний мы не боимся когда нас выкидывает из зоны комфорта мы к этому привыкли потому что мы ездили на картошке в стройотряды у нас масса всего интересного было интересных интересных испытаний и сейчас в общем то я просто все это продолжаю подписывайтесь на новый канал пока тот вот youtube youtube думает и теперь еще немного о том кто собственно говоря украл мой канал вот мне особо долго не пришлось даже искать и вспоминать как на самом деле был этот взломщик под чьим именем я просто набрала брэд криптовалютчик и тут же вышло вот вот брэд это не он естественно это актер а вот это тот самый сейчас мы посмотрим вот генеральный директор риппл брэд гарлинг хаос вот под его именем криптовалютчика фейковый брэд youtube раздает вот он наверное сейчас мы посмотрим youtube раздает криптовалюту фейковый сейчас до распространяют мошеннические аккаунты платформу нередко удаляет настоящий да 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 это она и знать не знала пожалуйста так вот вот он и вот это лицо было на моем канале вот это он это он это он вот это вот фэйк это не фэйк я не знаю под его имя или они просто опыты которые взламывают каналы но вот под его именем под вот этим лицом под этой под такой же фотографии с него именно с него они вели с моего канала несколько часов они вели передачу я не могла это не зайти со своего компьютера не снять это я никак не могла потому что меня вообще не не впускали в google я не в поисковой строке вообще никак не могла это зайти и так сказать увидеть что там происходит не просто люди писали на почту да вот они так что это к нему имеет прямое отношение потому что именно эти видео несколько часов из-за что заблокировал youtube именно за это вот несколько часов они вели трансляцию прямом эфире по криптовалютам поэтому он имеет прямое отношение к злому youtube каналов наших русскоязычных вот этот вот товарищ якобы он бизнесмен на самом деле это мошенники мирового класса мирового уровня и помогают им я так полагаю опять-таки сбывушники и русскоязычные которые могут находиться опять-таки где угодно сша не сша в канаде где угодно это не вопрос удаленно но помогает русскоязычные наши хакеры предатели рода и народа поток клиентов увеличился после анонса конечно если будете воровать чужие каналы вскрывать их конечно у вас будет поток клиентов увеличиваться вот вот эти паразиты если мне это будет встречаться он же не случайно встретился на моем пути вот этот вот товарищ не случайно так что значит будет где-то мне эта символика встречаться попадаться буду иметь ввиду вот еще у них тут символика буквенное в том числе крипто на молекулу на какую-то похоже что вот они взламывают каналы наших граждан мы в том числе благодарю вас за внимание надеюсь вам пригодится эта информация с вами была галина конышева подписывайтесь на все мои каналы всех вам благ не делайте моих ошибок блогеры учтите вернее мои ошибки изучите их и мне повторяйте в будущем чтобы вот не попадать такую ситуацию до свидания